В роддом с комфортом. В городе появилась новая услуга. Теперь будущих мамлоб не доставляют до роддома на комфортабельном микроавтобусе. Подробности у Натальи Жуковой. Вопроса, где рожать, перед Анастасией Пахомовой не стоит. Решение принято. Родильный дом при Долгопрудницкой центральной городской больнице удобнее всего. Выбор от роддома не только от меня зависит, но и от мужа, чтобы ему поближе было ездить и забрать в случае чего. Оценить обстановку и познакомиться с персоналом девушка решила заранее. А поэтому, как только вышла в декретный отпуск, отправилась на день открытых дверей, который в Долгопрудницком роддоме проходит каждый вторник. Именно в этот день от Лобнинской женской консультации на Крупской, 20 в 13.00 отходит микроавтобус, рассчитанный на 22 пассажира. Места в нем хватает и для сопровождающих, и для тех, кто отправляется в роддом на плановую госпитализацию. Ольга Арестова сегодня одна из таких пассажиров. Очень удобно, потому что как-то переживала, как я буду добираться. И предложили прийти, и с девочками они поедут на день открытых дверей, а я уже с сумочкой туда, прям с доставкой. Не страшно? Ну, я же не со схватками сейчас еду, поэтому мне не страшно. Причин для волнения действительно нет. В течение часа вас с комфортом доставят до места назначения. Кому-то может показаться, что для дороги от Лобни до Долгопрудного это слишком много. Однако опытные водители так не считают. Ну, я стараюсь, чтобы все было аккуратно, тихо, плавно проезжать. Аккуратно эти лежачие полицейские, так говоря. Стараемся, чтобы благополучно довести до места назначения. Для будущих мам и сопровождающих эта услуга абсолютно бесплатна. Кроме того, ей могут воспользоваться и беременные женщины, наблюдающиеся в подразделениях женской консультации в микрорайонах Красная Поляна, Луговая, в совхозе Останкино. Причем даже не придется оставлять заявку на поездку. Здесь каждый доктор, он своих беременных записывает. Если вопрос встанет о том, что уже мы переполнены, то есть настолько уже все захотят ездить, тогда мы ведем какие-то списки или отдельно, или с докторами. Просто понимать, что к полпервому без 15 час подходить и, пожалуйста, можно спокойно доехать. Важно помнить, что поездки на микроавтобусе предусмотрены только в одну сторону. Поэтому обратный маршрут лучше продумать заранее. Наталья Жукова, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.